Я не хотел, чтобы она умерла. Так получилось. Это бытовое преступление войдет в историю региона как одно из самых резонансных. По версии следствия, Константин Подун задушил бывшую супругу, переместил тело на крышу, присыпал снегом и избавился от вещей и телефона женщины. Дело расследовали больше года. Напомним, на прошлом заседании суда подсудимый согласился возместить средства оплаты услуг представителя потерпевшей стороны суммой в 92 тысячи рублей. Однако сегодня, посоветовавшись с адвокатом, попросил об освобождении от процессуальных издержек. У меня позиция такая, что к этим издержкам привело нарушение против меня 171-й, 220-й статьи УПК. И это не по моей вине, вот эта апелляция и все эти издержки. В связи с этим просите что? Освободить от... Судебное следствие закончилось и начались судебные премия сторон. Сторона обвинения признала в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние, помощь следствию, наличие двух детей на иждивении и состояние здоровья подсудимого. Отехчающих обстоятельств по делу не собрано. Полагаю, возможно, назначить ободону следующее наказание. 9 лет, 10 месяцев решения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прокурор предложил зачесть время содержания под стражей с 8 января 2023 года до вступления приговора в силу из расчета один к одному. Однако сторона потерпевшего не согласна с версией Падуна, по которой он защищался от нападения Елены Падун. Представитель отметила, что женщина невысокого роста и веса не больше 50 килограммов не смогла бы нанести вред подсудимому. А также зачитала показания несовершеннолетних детей. Оглашены мои показания несовершеннолетних детей Падун Елены и Константина, согласно которым их родители часто ругались из-за развода. 4 января 2023 года вечером они бегли спать. Папа жил в отдельной комнате ночью, никаких криков и шумов не слышали. А также других свидетелей. Отношения с Падун Константином у нее были напряженные. Он издевался над ней, оскорблял ее, наносил побои, хватал за руки, бил головой о стену, водой обливал, при детях оскорблял. Сторона потерпевшего запросила для Падуна максимально строгое наказание. Сам же подсудимый оказался не готов к такому объему информации. Я, в общем-то, готов был, но не такой объем большой. Просто даже я напускал кушать. Пустой, что ли? Да. Судья дала мужчине неделю для подготовки к премиям и последнему слову. Следующее заседание состоится 26 февраля в 10.00. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.